Продолжение следует... Арчи женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Редактор субтитров А.Семкин Мудростью и жертвенностью преданной жены выслан путь процветания истинного короля, и чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Божеством, королевой, счастьем, любовью всей жизни, музой была для великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова его третья жена Елена Сергеевна Булгакова. Елена Сергеевна в девичестве Нюрнберг по первому мужу Неелова, по второму мужу Шиловская. Родилась 21 октября 1893 года в Риге. Ее отец Сергей Маркович был учителем, затем стал податным инспектором. Он очень любил театр, увлекался журналистикой и печатался во многих рижских газетах. В их дружной семье было четверо детей – Александр, Ольга, Елена и Константин. Елена, ее братья и сестра росли в творческой атмосфере. Родители им прививали любовь к труду, чтению, языкам и искусству. Взрослые с детьми ставили домашние спектакли, музицировали и часто посещали оперу. Елена училась в женской рижской ломоносовской гимназии, но покинула ее, так и не окончив, по настоянию родителей, и продолжила домашнее образование. Елена знала несколько языков, много читала и прекрасно разбиралась в музыке и театре. В 1912 году к ней посватался молодой поручик – Бокшанский. Однако девушка к нему не испытывала никаких чувств, поэтому уговорила его жениться на своей старшей сестре Ольге, которая на всю жизнь сохранила фамилию первого мужа. В 1915 году семья перебралась подальше от военных действий, в Москву. Именно там, в любимом городе Елены, и произойдет знаковая встреча с ним, единственной любовью, известным русским писателем Михаилом Булгаковым. Однако этой судьбоносной встрече предшествовали два брака Елены, в которых она не была счастлива. И только с Михаилом Афанасьевичем обрела настоящее женское счастье и вселенскую любовь, которую пронесла всю свою жизнь. Ну а теперь обо всем по порядку. Перебравшись в Москву, Елена быстро забыла о Риге. Ей так нравилась столица, своей культурной жизнью, интересными людьми, что спустя немного времени она уже считала себя настоящей москвичкой. Елена обожала посещать театры, музеи. Однажды со своей сестрой Ольгой они решают устроиться на работу в художественный театр. Елене поступил отказ, а вот ее сестра получила работу. Сначала секретарем-машинисткой, потом она стала бессменным секретарем Владимира Ивановича Немировича Данченко. В профессиональном плане жизнь Елены не стояла на месте. Она много читала, научилась печатать на машинке и стала помогать отцу в его домашней канцелярии. Она печатала его труды по налоговым вопросам. Затем она устроилась на работу в только что образованное российское телеграфное агентство. В дела сердечные тоже ворвались перемены. Она бы ходит замуж за Юрия Мамонтовича Ниелова, сына знаменитого артиста Александринки, Мамонта Дальского. О первом браке Елены Сергеевны, который продлился около двух лет, мало что известно, да и сама она не любила о нем вспоминать. Елена была очень привлекательной женщиной и всегда ловила восхищенные мужские взгляды. Мужчины к ней тянулись, потому что она обладала внутренним магнетизмом. Второй муж Елены Сергеевны влюбился в нее с первого взгляда. Так что если думаете, что такой любви не существует, вот вам подтверждение. Он сразу захотел, чтобы она стала его женой. Так и случилось. Пара скрепила узами свой союз осенью 1921 года. Елена Ниелова стала Еленой Шиловской. А уже через несколько месяцев у супругов рождается сын, названный в честь отца Евгением. Второй сын Сергей родился в 1926 году. Их семья могла считаться образцово-показательной. Счастливая, дружная, любящая, беспечная. Елена не знала нужды ни в чем. Когда вся страна жила впроголодь, люди питались по карточкам, в их семье всегда было изобилие продуктов. Бытом она тоже занималась крайне мало. Да и зачем это красивой состоятельной женщине, когда есть прислуга? В доме, где они жили, в Ржевском переулке, постоянно проходили музыкальные вечера, артистические встречи или домашние приемы для семей военных. И везде блистала Елена Сергеевна, признанная одной из первых красавиц Москвы. Один из ее знакомых вспоминал, когда Елена Сергеевна входила в гостиную, дамы наши вздрагивали и спешили отвлечь внимание своих мужей. Всегда элегантна и со вкусом одетая, тщательно причесанная, с маникюром и благоухавшая духами от Герлина, она, ко всему прочему, была на редкость внимательной и доброжелательной собеседницей. Однако, какой бы счастливой ни выглядела со стороны жизни Шиловских, Елене Сергеевне, как и будущей булгаковской Маргарите, словно чего-то не хватало. «Мне иногда кажется, что мне еще чего-то надо», писала она сестре, которая тогда вместе с трупой МХТ была в Европе. «Ничего меня дома не интересует. Мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать. Но хочется очень». И ее желания сбылись. Ведь, как говорится, когда о чем-то так долго мечтаешь, это должно произойти. Да еще и у таких магических женщин, как Елена. Ведь не зря про нее многие говорили, что она ведьма, искусительница, демон. «Письмо сестре, 1923 год. Ты знаешь, я страшно люблю мужа. Он удивительный человек, таких нет. Но он занят почти целый день. Малыш с няней все время на воздухе. И я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или сажусь на диван и думаю, думаю без конца. Или когда солнце светит на улице, и в моей душе брожу одна по улицам. Ничего меня дома не интересует. Мне хочется жизни. Мне хочется куда-то бежать. Но я не знаю, куда». «Боги, боги мои, что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер. А вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его. Она говорила правду». «Один солнечный день 28 февраля 1929 года перевернул судьбу Елены. Елену с супругом и Михаила Булгакова с его женой Любашей пригласили на блины. Как раз в это время шла масляная неделя. Как писала потом Елена в своих воспоминаниях, он и она не хотели туда идти. Но все сложилось так, что они оказались в нужный день, в нужный час, вместе, в кругу друзей. По воле судьбы, даже за столом они сидели рядом. У Елены на рукаве развязались ленточки от платья, и она попросила Михаила их завязать. Как потом вспоминал сам писатель, тут и было колдовство. Тут-то она его и привязала на всю жизнь. Невероятное чувство наполнило сердца обоих, и даже присутствие супругов не помешало вспыхнуть между ними большому чувству. Чувству любви на всю оставшуюся жизнь. После этой встречи Михаил Афанасьевич приглашает Елену кататься на лыжах, потом в театр на генеральную репетицию, потом в рестораны и прогулки по Москве. Он приводит ее на Патриаршию ночью и рассказывает про нехорошую квартиру, про странного человека и про то, что мечтает написать свое новое произведение. «Был вечер мая 29-го года. Булгагов повел меня в сумерках в полнолуние на Патриаршие пруды. Представь, сидят, как мы сейчас, на скамейке два литератора, а с соседней скамьи встает и обращается к ним с учтивым вопросом удивительный господин в сером берете на ухо и с тростью под мышкой». Поначалу они скрывали свой роман под маской дружбы. Они общались с семьями. Булгаковы стали бывать в доме Шиловских. Елена Сергеевна с мужем нередко появлялась у Булгаковых. С его женой Любовью Евгеньевной она даже подружилась и часами обсуждала парижские моды. Когда летом Елена с мужем уехали отдыхать в Ессентуки, он писал ей длинные письма, усыпанные лепестками роз. А когда она вернулась, подарил рукопись под названием «Тайному другу», из которой впоследствии вырос прославленный театральный роман. Булгаков не собирался разводиться, да и что он мог предложить счастливой в браке жене генерала. В то время у Булгакова, уже прославившегося в конце 20-х своими фильетонами и пьесами, наступила черная полоса. Его пьесы снимались с репертуара, его произведения не печатались, его нигде не брали на работу. Отчаявшийся Булгаков решил написать письмо самому Сталину, где просил или выпустить его вместе с женой Любовью Белозерской за границу, или позволить работать в театре. Помогало перепечатывать и отправлять письмо Елены Сергеевны, чем был очень недоволен Шиловский. Так и открылся их роман. Муж Елены пришел в ярость, даже ходил разбираться к Булгакову, просил оставить его жену и больше не появляться в ее жизни. Тот, как истинный джентльмен, любящий мужчина, отошел в сторону и пообещал не видеться с Еленой. И он сдержал свое слово. Булгаков и Елена Сергеевна не встречались больше полутора лет. За это время дела писателя наладились. Его приняли ассистентом-режиссером в МХАТ, возобновили его пьесу «Дни турбиных», предложили написать биографию Мольера для серии «Жезел». А главное, Булгаков начал писать тот самый роман, который на века прославит его имя и который должен был начинаться именно там, где он когда-то ночью показал Елене Сергеевне на патриарших прудах. Поначалу в романе не предполагалось любовной линии и лишь в начале тридцатых годов, когда в его жизнь вошла Елена Сергеевна, в роман вошла Маргарита. Все, что мастер говорил о ней, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все, что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. В их жизни, как в романе, все-таки произошла та самая роковая встреча, после которой они больше не расставались. Однажды Елена вышла прогуляться по улочкам Москвы, подышать воздухом и побывать в одиночестве. И она вновь встретила его. И первой фразой Булгакова было «Я не могу без тебя жить». Она ответила, что тоже. После этого Михаил Булгаков письменно объяснился с мужем Елены и тот согласился на развод. Сыновей Шиловские поделили. Старший, Женя, остался с отцом. Однако он постоянно бывал в новом доме матери и Булгакова. А младший Сережа уехал с Еленой Сергеевной к Михаилу Афанасьевичу. 3 октября Елена Сергеевна развелась с Шиловским, а Булгаков с Белозерской. И на следующий день они, по выражению Булгакова, обвенчались в ЗАГСе. Поначалу семейная жизнь их была несколько странной. Вместе с супругами жила Любовь Белозерская. Позже Булгаков снимет ей комнату, а потом выбьет квартиру в том же доме, где они жили с ней, будучи в браке. И лишь через год Булгаков и Елена Сергеевна переехали в новый дом в Нащокинском переулке, который превратился в такой дом, о котором всегда мечтал Булгаков. Гостеприимный, уютный, надежный. Там был полный порядок и все это благодаря любимой Елене. Старательно поддерживала она и свою красоту, столь ценимую Булгакова. По воспоминаниям ее невестки, Елена Сергеевна регулярно посещала косметичку, обувь шила у одного из лучших сапожников Москвы, а ее платья отличались великолепным вкусом и изяществом. Елена Сергеевна была сильной личностью, обладала правдивой прямотой, душевной чуткостью. И даже когда в ее жизни все складывалось не так гладко, она радовалась жизни, верила в людей и привлекала их к себе своей добротой, острым умом и неподвластной времени женственной грацией. Большую часть своей жизни она отдала любимому мужу. Она во всем ему помогала. Вела переписку, отвечала на звонки, занималась подписанием договоров, печатала под диктовку и переписывала на чистовик произведения. По просьбе Михаила Афанасьевича она стала вести дневник, где подробно описывала семь лет жизни с писателем с 1933 года до самой его смерти в 1940. За все это время, что они прожили вместе, они ни разу не поссорились, ведь они были созданы друг для друга. Он писал ей следующие слова «Божество моё, моё счастье, моя радость, я люблю тебя, и если мне суждено будет ещё жить, я буду любить тебя всю мою жизнь, королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни». Она отвечала взаимностью, преклонялась перед его талантом, его стойкостью, любила тот праздник, который он умел устраивать из жизни даже в самые тяжёлые минуты. Рядом с ней, со своей музой, Булгаков написал жизнь господина де Мольера, «Последние дни», Иван Васильевич и знаменитый роман «Мастер и Маргарита», в котором исследователи ищут и находят следы их любви с Еленой Сергеевной. «Ты для меня всё, ты заменила весь земной шар», писал он ей. Осенью 1939 года у Булгакова резко ухудшилось самочувствие. Он стал не очень хорошо видеть, даже слабый свет вызывал боли. Начала сильно болеть голова. Сам Булгаков по образованию врач прекрасно понимал, что с ним случилось, и просил жену не бросать его, когда он будет умирать, и быть с ним до последней минуты его жизни. У Булгакова был нефросклероз. Это дало сильное осложнение на нервную систему. Наступил 1939 год. И когда выяснилось, что он болен, то он это принял как нечто неизбежное. Как врач, он знал ход болезни и предупреждал меня о нём. Он ни в чём не ошибался. Очень плохо было то, что врачи, лучшие врачи Москвы, которых я вызывала к нему, его совершенно не щадили. Обычно они ему говорили. Ну что ж, Михаил Афанасьевич, вы врач. Вы сами знаете, что это неизлечимо. Это жестоко. Наверное, так нельзя говорить больному. Когда они уходили, мне приходилось много часов уговаривать его, чтобы он поверил мне, а не им. Заставить поверить в то, что он будет жить, что он переживёт эту страшную болезнь, пересилит её. Он начинал опять надеяться. Во время болезни он надиктовал и исправлял мастера и Маргариту. Вещь, которую он писал 12 лет и любил больше всех других своих вещей. Несмотря на это, Михаил Афанасьевич продолжал работу над последней редакцией мастера. Помогала Елена Сергеевна. Она дала ему обещание, что сделает всё, чтобы его произведения были напечатаны. И она сдержала своё слово. Умирал он в страшных муках. Впадал в беспамятство, снова приходил в себя и в минуту просветления сказал, что всё, что он написал, было сделано ради Елены Сергеевны. Он умер 10 марта 1940 года. У неё на руках. Однако её любовь к нему не умерла. Она пронесла её всю свою жизнь. 6 февраля 1940 года. 12.40. Сильная боль. Сказал мне. Счастье – это лежать долго. В квартире – любимого человека. Слышать его голос. Вот и всё. Остальное не нужно. 4 марта. Утро. Проснулся. Потом заговорил. Я хотел служить народу. Я хотел жить в своём углу. Я хотел жить и служить в своём углу. Я никому не делал зла. Ермолинскому, который пришёл навестить. Чего-то я хотел тебе сказать. Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Её просто невозможно вообразить. А она есть. 10 марта. Миша умер. Она всегда говорила, что её жизнь с Булгаковым для неё была самая счастливая. Оставшись без своего любимого мужа, она продолжала жить и была уверена, что их с писателем связывает нечто большее, чем жизнь. Она постоянно разговаривала с ним. Он являлся к ней во сне, писала ему письма. Она сделала всё, чтобы неизданные произведения мужа увидели свет. И далось ей это нелегко, но она жила во имя любви. Я делаю всё, что только в моих силах, для того, чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им. Это цель, смысл моей жизни. «За мной, читатель, кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви. Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только за мной я покажу тебе такую любовь». В её доме всегда был накрыт большой стол. К ней приходили молодые литераторы, писатели, творческие люди, и она с радостью рассказывала им о жизни Михаила Булгакова. Своего супруга Елена пережила на 30 лет. Она скончалась 18 июля 1970 года и была похоронена рядом с ним на Новодевичьем кладбище. Литературным консультантом на беге у вас была Елена Сергеевна Булгакова. Интересная женщина? Ну, не говорите. Потрясающе. Елена Сергеевна 80% её жизни был умерший Булгаков. Она с ним встречалась, как она утверждала, мы думали, что она с ума сошла. Она, значит, нам говорила «Володечка, Сашенька, слушайте меня, потому что я единственный представитель Михаила Афанасьевича на земле. потрясающая женщина». И она сделала одну вещь. Мы позволяли себе вольности со всеми. Булгакову мы написали огромный эпизод, которого у него нет, когда приезжает там три офицера, приезжает катафалк, и входит этот похоронный агент, или как он называется, похоронен этот, Олег Ефремов ему говорит, полковник, слушай, нужно похоронить трех человек. Похороним ваш, по-не-восходу, Господи, все, хорошо, не волнуйтесь, а кого хоронить? Он говорит, наш, колобчик, нас, меня, его, и его. пощадите, я же ничего, я не, я, и мы сняли эту сцену, они вынимают это, и стреляются, один уходит, но неважно, это не имеет значения, имеет значение детали. Значит, мы ей сказали, Елена Сергеевна, ну вот приезжайте, посмотрите сцену, мы позволили себе по отношению к Михаилу Афанасьевичу такое действие. Она приехала, посмотрела, завтра скажу, звонит, нравится ему, нравится, хороший эпизод, оставьте, оставьте в картине, только надо переснять. Как переснять? Весь эпизод оставьте, переснимите одну сцену, один крошечный кусок сцены, какой, а у него черные перчатки, у этого, в шляпе этого гробовщика. А вы знаете, что сделаете? Советует вам Михаил Афанасьевич. Пусть он сценет зубами эти перчатки и проведет глузкому по щеке и скажет, ваше предстояние, побриться бы надо, мертвого брить тяжелее. Класс. У меня руки опустились. Класс. Мы тут же пересняли это, и я понял, что она действительно, она не могла придумать, это мог придумать только Булгаков, лично, персонально Булгаков. И после этого она жила им целиком. Приходили на кухню, садились там, распивались с ней чаи, и я так думал, вот сейчас откроются двери и войдет Михаил Афанасьевич. У меня было ощущение, что я с ним хороший приятель. Магически привлекательный, добрый, умный, чуткий, искренне любящий одного мужчину всю жизнь, хранительницей творческого наследия, инициатором публикации неоконченных произведений писателя, именно такой была Елена Сергеевна Булгакова, третья жена Михаила Булгакова, воспетая им в бессмертном романе в образе Маргариты. Мудростью и жертвенностью преданной жены выслан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. В человеческих судьбах есть знаки, которые указывают на жертвенность и самоотверженность. Это в полной мере видно на примере нашей героини. А при определенных расчетах, выполненных по авторским методикам ведущих мировых нумерологов Айрон и Джулипо, можно легко вычислить свою предрасположенность к жизни во имя другого человека. Если вам интересно знать, почему вы зависите от определенных людей или обстоятельств и как этого избежать, сохранив свои энергосилы, записывайтесь на обучение в Международную Академию Нумерологии Альвасар. Академия 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 Субтитры создавал DimaTorzok